Малик Габдулин родился 15 ноября 1915 года в селе Койсалган Зеленинского района. Он потомок известного оратора и полководца Королл Канайби, одного из подвижников Аблайхана. О Малике Габдулине известно много в истории и литературе. Говоря об этом человеке, нельзя не сказать о его благородстве. Что касается того, кто писал о Малике Габдулине и кто его изучал, то среди них и Борис Полевой. В 1943 году «Правда» опубликовала большую статью «Рождение эпоса». Позже о Малике писали Дмитрий Снегин, Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов, Азельхан Нуршаиков, Жамбыл Жабаев. Изучением личности и наследия Малика Габдулина постоянно занимается музей героев в областном центре. В его фонде сохранилось более 7 тысяч ценных артефактов, повествующих о жизни и творчестве знаковой личности. Количество экспонатов также обновляется каждый год. Основной фонд – экспонаты в выставочных залах, остальное хранится на складе. С целью популяризации наследия среди будущих поколений к 105-летию героя 25-летию музея планируется издание нескольких книг. Эта работа близится к завершению. На этой карте установлены в музее и отмечены все населённые пункты улицы и школы имени Малика Габдулина по всей стране. Одна из них – профильная школа-гимназия полиязычного обучения в Кокшетау. В 1997 году, в канун 30-летия окончания Великой Отечественной войны, при школе открылся музей имени Малика Габдулина. Сегодня проводится ряд работ по популяризации биографии и произведений Малика Габдулина. Следует отмечить, что в Акмолинской области действуют также клубы имени героя в образовательных школах под эгидой музея. Ежегодные их ряды пополняются лучшими учениками, которые с удовольствием изучают феномен личности легендарного земляка. Они уверены, имя Малика Габдулина – часть нашей общей истории и останется в памяти навсегда. Аслан Абуталипов, Табыспек Усем, Бауыржан Смогулов, Жахангер Мукамбетов, Кокша Ахпарат.